Всем здравствуйте! Сегодня у нас 9 января 2023 года. Одесса. Понедельник. Время 11.15. Да? Да. Да. Ну, что я вам хочу сказать. Вот и нет снега. Многие спрашивали, что там прям такой ажиотаж, ну снег и снег. Я вам скажу, чего. Потому что в Одессе снег, это может быть на полчаса, это может быть на один день, а может быть на две недели. А может быть вообще не быть. И когда снег заканчивается, то начинается болото. Всю ночь у нас сегодня шел дождь. С крыш капает, с деревьев капает. И снега как не было. Хорошо, что я вчера много поснимала со снегом. Я знала, что такое будет. И на нашем канале Одесские прогулки в Телеграм я выставляла. Еще сегодня с утра выставила немножко. Заходите, смотрите. Ссылку и название я выставляю под видео. У нас вчера вечером выключили свет. Лично у нас. Через час включили. Я знаю, что в других районах тоже выключали. И тоже ненадолго. Сейчас у нас плюс 7 градусов. Небольшой ветер. Ветер, да. Сегодня электротранспорта больше ходит, чем вчера. Вот покажу прощатку, покажу лужи. Видите? Вот это после снега. Вот такое. Конечно, в Одессе были годы, когда был снег. 86, 84, 1900, я имею в виду. И были морозы. Было такое, что даже море замерзало. У меня есть видео этих годов. Это их надо искать в плейлистах. Проще найти. И там видно, как море замерзло. Сейчас такого с каждым годом все меньше и меньше. Да, Игорь? Да. Да, идет потепление. Так, что у нас еще за Одессу? Вчера, кажется, была большая авария. Поэтому первый и седьмой трамваи не ходили пару часов. Еще у меня спрашивают, какая у нас криминальная обстановка. Что я вам хочу сказать? Так же, как и всегда, как и в мирное время. Есть ограбления, есть поножовщина, есть бытовые. И все есть. Как и в обычное время, ничего не меняется. Леонид, город. Да. Хотя сейчас его уже меньше. Очень много уехало из Одессы. Но очень много приехало. И приехало разных людей. Поэтому обстановка разная. Единственное, я вот обратила внимание, что сейчас мы же ездим на трамвае или троллейбусе. Мы обратили, Игорь обратил внимание. Но по правилам, если стоит трамвай или троллейбусе и открыты двери, то машины стоят сзади, пока люди заходят, выходят. А сейчас я смотрю, открыты двери, неоткрыты, остановка, неостановка, едут. Ни на что не обращают внимания. В общем... При открытых дверях ездят. Да. Самое страшное. При открытых дверях транспорта. Я имею в виду троллейбусы или трамваи. Ну, раньше у нас такого не было. Я это сейчас обратила на это внимание. Я не знаю, с чем это связано. Но это мне как-то страшно. Потому что это иногородние, которые вообще в городах трамваев нету. Они не знают, как себя ездить. Ну, все равно они же должны правила общие для всех. Да, это не было. Да, это не было. Правила же общие для всех. Поэтому мне это странно. Да, и что вы знаете. Бензин упал на 2 гривны, да? На 1,5. На 1,5 гривны. Какой, Игорь? Весь? В 95-й. В 95-й? Нет, ну вот сосед заправлялся. Да, и сказал. Чтобы был 53, 151,50. Да. То он сегодня заправлялся, да? Да. Или вчера? Сегодня? Вчера вечером. Как вам нравится. Да, странно, да? Да. Ну, а доллар... А, вот что я хотела сказать. Сегодня прочла такую информацию, что банки не принимают доллары. Смотри на ту чайку. Да. Мурал красивый. Банки не принимают доллары. Какого года я тебе сказала? До 86-го, по-моему. Раз в 86-го? Не. 96-го. Доллары 96-го года, что они считаются устаревшие, и банки не принимают их. А если вы хотите... Не, не банки, а обменники, обменники. Пункты обмена. И если вы хотите их сдать, то надо идти в банк, и банк будет брать эти доллары, в общем, отправлять куда-то на проверку, в общем. Ну, и также не принимаются старые, потрёпанные. Они принимаются просто... Не-не-не, сейчас... 20%... Это было так раньше, а теперь они отправляют в банк. Они сами уже не меняют. Обменники, я имею в виду. А нет, обменники, да. Да. Я же говорю за обменник. Больших банк. Ты приходишь в большой банк, а банк, да. Сразу 20% скидывают. Да. И не только потрёпанные, но если там на них что-то написано... Чернилами. Чернилами, если что-то написано. Я это имею в виду. Чернилами, карандашами. В общем, слушайте сюда. Не надо рисовать на долларах. И на евро тоже. А то у вас их не примут. Ну вот, перейти нам надо. И нам идти надо прямо в лужу. Всё. Ну, как тебе-то нравится? Мне вообще не нравится. Ну, это обычная погода. Зимняя для Одессы. А утром шёл ещё дождь. Да, утром шёл дождь. Мокрый. Сейчас хоть... Мы с товарищем по работе ездили. Не так. Да, не так. Мокрый. Да, предупреждают. Всё время предупреждают, что могут отключать свет. Что похолодание, температура, больше пользуются электроэнергией. Просят экономить. Не включать электроёмные... Ну, сильно, которые... Мощные приборы сразу, одновременно. Какого протезирования? Какого протезирования? Авторского. Будет делать. Авторского? Да. Это что, на зубах? Имя стоматолога будет? Нет. А в чего авторского? Персональное. Ну, это он так себя захотел. А-а-а. Я в суток. О, смотри, эту собаку. Вроде бы так все новости я сказала. Ты ничего не хочешь нам сказать? Нет. Нет? А чего? А потом ты что-то вспомнишь, да? Да. Ну, хорошо. Будем заканчивать. Наш небольшой репортаж. Будьте нам здоровы. Берегите себя. Берегите своих близких. Сейчас пройдём, пока зелёный. Уже пройдём с вами. Вот. Угу.